Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Если вы до сих пор не подписаны, то настоятельно советую вам это сделать. Мне будет очень приятно для вас всего лишь это нажать одну кнопочку. Итак, сегодня у нас просто огромная посылка. На самом деле я ждала, что она будет намного больше, потому что вещей здесь много, вещи зимние. И когда я получила эту посылку, я немножко не поняла, почему она такая маленькая. Но оказалось, что они все это очень аккуратно спрессовали. Я изначально испугалась, что мне что-то не положили. Но если честно, заказываю на Шейн уже, наверное, года два. Ни разу такого не было, что что-то забыли положить. В этом плане они просто молодцы, очень внимательные. Я очень переживала, что это все не доедет до моего дня рождения. Кто не знает, через 4 дня у меня день рождения. И здесь есть платье, которое я заказывала, чтобы надеть на свою нюху. Я очень переживала, что все это дело не дойдет. Точнее, дойдет поздно. И вот как раз это платье. Оно меня не разочаровало. Наоборот, даже я просто влюбилась в это платье. Ко всем вещам с пуговицами положили запасные пуговицы. Обычно я их просто выбрасываю или теряю. Но в этом случае я хочу оставить очень крутой материал. Невероятно классное качество. Подчеркивает фигуру. В общем, я безумно довольна этим платьем. Вот эти пуговицы, они все расстегиваются. Но я, честно, не вижу в этом никакого смысла. Я просто сверху вот так вот надела. Хороший стрейч. Не знаю, как будет вести себя после стирки. Но первое впечатление просто невероятно крутое. Я взяла в размере S. Это самый маленький размер. Просто единственное, надо подумать, с какой обувью это носить. Наверное, с какими-то короткими сапожками. Или я не знаю даже, с чем это можно сочетать. Обязательно пишите в комментариях. Так, вещь, которая мне тоже безумно понравилась. Я уже все вещи погладила, померила. Обратно запаковала, чтобы это все дело было интересным. Здесь тоже материал невероятно крутой. Розового цвета. Эта кофта очень классно подчеркивает вашу талию. Из-за того, что здесь вот такой треугольник, создается впечатление, что у вас очень тонкая талия. Причем, знаете, такая длина, не сильно короткая. И заправлять в брюки не надо. Прям то, что нужно. На мой рост. У меня рост 1,67 м. Свои параметры я обязательно оставлю в описании. Чтобы вам было легче ориентироваться. Здесь тоже размер S. Там были и другие цвета. Не знаю, в этот раз прям заказ меня не разочаровал. Здесь тоже мне материал безумно нравится. Такой приятный на ощупь. Сидит невероятно круто. У меня подобных водолазок очень много черных. А я хотела что-то яркое, чтобы, возможно, мукбанки носить. Или просто в повседневной жизни. У меня очень мало зимних вещей. В основном я все покупаю летнее. Поэтому я решила докупить очень много всего зимнего. Что мы видим дальше? Это двойка. Подобные варианты я видела очень часто в Нью-Йоркере. Причем продают отдельно. Топик отдельно стоит 35 манат. И верх стоит отдельно 35. Я не понимаю смысл такого комби продавать отдельно. Но в любом случае здесь получалось намного дешевле, выгоднее. И я ничуть не разочарована. Топик сидит невероятно круто. Здесь рисунок наподобие зебры. Вот именно так я его и представляла. Маме вообще из этого заказа больше всего понравилась эта двоечка. Можно расстегнуть, если что. Или обратно застегнуть. Или, например, вам жарко, вы сняли верх и просто остались в этом топике. Мне кажется, это очень удобно. Единственное, что я могу отметить. Здесь пуговицы достаточно большие, а выемки маленькие. И очень сложно открыть пуговицу. Но может даже это и хорошо, все будет надежно. Я, когда покупаю вещи, всегда обращаю внимание, чтобы это все было приятное на ощупь. Здесь тот случай. Это очень-очень, девочки, приятно. Я прям не могу. Прям хочется и хочется трогать. Для меня вот эти тактильные ощущения гораздо важнее, как это сидит на мне. Вот такой вот у меня фетиш. Вещь, над которой ржал весь мой инстаграм. Я не обратила внимания, честно. Я купила эту вещь. А потом мама такая говорит, это что ты купила под свои обои? Какой ужас. Мама начала просто угорать. И только тогда я поняла, что оказывается эта кофта идентична с моими обоями. Действительно, и здесь звездочки, и там звездочки, плюс еще цветовая гамма одна и та же. Мама начала надо мной стипаться. Говорит, только не надень эту кофту. Во время того, как ты будешь снимать мукбанг в своей комнате, будет такое ощущение, что просто говорящая голова. То есть кофта сольется с обоями. И не знаю, где были мои мозги в этот момент. И зачем я купила эту кофту. Реально, после того, как мама ее обосрала, мне тоже она не очень нравится. Вот кто бы что ни говорил, все говорят, сейчас модно, чтобы там, не знаю, кофты, свитера были огромные. Мне, честно, в таком некомфортно. И даже вот этот вариант, мне кажется, чуть большеват. Хотя здесь моделька такая. Так по качеству не могу придраться, все замечательно. Не учитывая тот момент, что эта кофта идеально подходит под мои обои. Все остальное с ней замечательно. Не знаю, как вещи будут вести себя после стирки, но пару свитеров с шейн я уже стирала. И все с ними гуд, замечательно, в отличном состоянии. В дальнейшем уже во влогах буду вам говорить о своих ощущениях. Но так пару свитеров вроде как нормально себя чувствуют в моем гардеробе после тройной стирки. Пройдемся немного по мелочам. Это заказ не мой. Заказала наша родственница. Здесь очень много сережек. Этот сет стоил абсолютно недорого. Но, если честно, здесь серьги оставляют желать лучшего. То есть качество сережек не настолько на высоте. Но так пару раз сезон поносить можно. Учитывая их цену и сколько здесь штук. Реально огромный просто сет. Если вы тоже любите подобные вещи, то обязательно заказывайте. Но сразу скажу, что качество не очень. Здесь есть и сережки-гвоздики. Также есть и круглые серьги. Все это с жемчугом заправлено. Ну, неплохо смотрится на самом деле. Просто все очень хлипкое, хрупкое. Я думаю, недолговечное. Но, в принципе, за такую стоимость ничего страшного. Вещь, которую я ждала больше всего. Как она мне понравилась на картинке. Я поняла, что это просто вещь мне необходима. Опля. Это вот такая вот расческа. Не знаю, как вы, но я в городе у нас такую штуку не видела. Стоит всего 2 доллара. Здесь есть зеркальце и расческа. Я люблю именно вот такие расчески-массажки. Просто обычной расческой не могу расчесаться. И я думаю, в мою миниатюрную сумочку все это дело поместится. И очень удобно. Даже маме понравилось в следующий раз, если я буду делать заказ. А я его точно буду делать. Просто вопрос, когда? Мама сказала, что обязательно закажи мне тоже. Закину в сумочку и буду гулять с расческой. Мне кажется, невероятно крутая вещь. Насчет того, насколько это все дело будет долговечным. Это, мне кажется, больше зависит от человека, от его аккуратности. Здесь самая обычная плотная пластмасса. Но однозначно вещь очень универсальная и нужна в любой сумочке. Мне невероятно нравится, как это все открывается и закрывается аккуратненько. Хотя нет, наверное, в мини-со я видела что-то наподобие этого. Но в любом случае за 2 доллара вы точно это нигде не найдете. Поэтому советую. Там, кстати, такие были с принцессками, со всякими рисунками, с водными стразами здесь. Но я решила взять классику, так, без ничего. Хотя стоили они все почти одинаково. Опять взяла резинки. Резинок много не бывает. Один раз в год я себе беру такой наборчик. Уже 3 года подряд каждый год вот один такой набор. Я не знаю, куда деваются мои резинки. Они куда-то пропадают, исчезают, несмотря на то, что здесь 100 штук. Все они испаряются. Но некоторые, конечно, рвутся. Что-то я выбрасываю. В общем, если у меня нет такого набора дома, то я очень долго ищу себе резинки. На самом деле, в магазинах по той же цене можно купить. Просто неохота заморачиваться, постоянно идти покупать. Я раз заказала, и у меня готовый такой наборчик лежит. Но пока что, кстати, мой старый не закончился. И в прошлый раз, когда я заказывала, я заказывала разных цветов. То есть там были бежевые, коричневые и черные. Два года подряд я заказывала такой набор. Потом подумала, зачем мне бежевые, если я брюнетка. Перекрашиваться не собираюсь. Поэтому возьму в цвет своих волос. Почему нет? Еще один свитер. Я очень боялась, что свитера будут тоненькие, нетеплые. Учитывая цену, я думала, что придет что-то такое, знаете. Вообще прям легенькое на осень. Но нет. Качество супер. Приятное на ощупь. Очень-очень плотный свитер. Посмотрите, вот так вот он у меня в руке. Кстати, у этого свитера был XS и S. Я решила все-таки взять S. И ничуть не пожалела. Не сильно болтается на мне. И не сильно приталена. Прям то, что надо. У меня где-то 30 пар джинсов. А верха очень мало. Поэтому я решила прикупить. Так, знаете, базовый свитер на каждый день. Чтобы было тепло. У нас в последнее время очень-очень холодно на улице. Сегодня 6 градусов. Для нас это очень-очень холодно. Поэтому надо утепляться. Снизу обязательно маечка. Сверху это свитер. Потом пальто. Потом шарф. Потом шапки. Кстати, я заказала себе шапки. Чуть не забыла их показать. Я взяла сетом сразу две шапки. Одна серая. Другая черная. Там было очень много сетов с белыми шапками. Но белые, как правило, мне не идут. С белой шапкой у меня лицо выглядит такое страшное. Все недостатки на лице прям бросаются в глаза. Когда я надеваю белую шапку. Поэтому хотела взять два темных. Сначала цвета. Но потом остановилась на такой серой шапочке. Как вам? Пишите в комментариях. Мне очень нравится. Я помню, когда мне было лет 14. Я жила в Саратове. Там было очень холодно. Но все равно я ходила без шапки. А сейчас я живу в Азербайджане. Здесь нет минусовой температуры. И я хожу с шапкой, с шарфом, в теплой куртке, утепленные сапоги. Старость. Здесь что-то написано. Я даже не посмотрела, что здесь написано. Надеюсь, что что-то хорошее. Очень странно. Вроде одинаковые шапки. Но вот эта, она меньше как будто размером, чем вот эта. Черная, она как будто на размеры 2 побольше. Криво, да, получилось? Давайте вот так сделаем. Я вам цены обязательно буду писать. Но, насколько я знаю, в разных странах разные цены на товары Шейн. Не знаю, почему так происходит. Но в любом случае, все цены я вам обязательно буду указывать. Девочки, я уже вижу здесь брак. Не знаю, это только что я сделала. Или оно так было изначально. Здесь есть вот такая вот затяжка. Смотрится, правда, не очень. Возможно, если постирать, это все пройдет. Но это не точно. Посмотрим, на этой шапочке есть какие-то затяжки. Нет, здесь все отлично. Очень жаль. Но в любом случае, я не жалею о том, что взяла две эти шапочки. Сезон поношу, потом выброшу. Очень крутой пиджачок, над которым я долго сомневалась. Укороченный он. Цвет такой красивый цвет. А эти ленточки, эти ленточки просто нечто. Честно, этот пиджак, он меня не разочарал. Посмотрите, какая крутая подкладка. Все прострочено просто идеально. Все швы ровные. Село тоже очень хорошо. Просто единственный момент, я не знаю, с чем сочетать такой пиджак. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как будет стильно. С одной стороны, я думаю, может быть, с какой-то юбочкой клетчатой, с теплыми колготками и сапогами, или с джинсами. В общем, я не знаю, как правильно его сочетать. Ну, а так, качество пиджака просто супер. У меня размер S. Кстати, цвета там есть разные. Есть серый, бежевый. Но я решила взять вот такой. К чему? Непонятно. Когда у меня в гардеробе ничего нет такого цвета. Я снизу обязательно буду надевать какую-то маечку. Потому что зима, потому что холодно. Возможно, летом можно как-то и без. Хотя летом в таком пиджаке, достаточно теплом, будет жарко. Самый главный мой минус, когда я что-то покупаю, я не думаю, с чем в гардеробе я это буду сочетать. Мне нравится, я просто закинула в корзину. Потом это пришло, и я такая сижу, думаю, с чем жарко будет это носить. И потом это висит в шкафу долгие годы. И последнее из одежды. Достаточно длинное видео у нас с вами получается, но ничего. Приятное видео. Платье. Тоже такое, знаете, вязаное. Здесь оно не очень длинное, я думаю, с ботфортами будет смотреться классно. Но мама говорит, что этот цвет какой-то дешевый. Надо было взять другого цвета. Я точно не помню, были ли там другие цвета или нет. Обязательно ссылки на все товары я вам оставлю в описании под видео. Вы можете перейти, посмотреть. У меня размер S. Село просто идеально. Классно подчеркивает фигуру. Единственный цвет. После маминых слов я реально задумалась. А может действительно какой-то дешевый цвет. Мама говорит, цвет сильно дешевит. Правда, вам на камере немножко искажается изображение. И цвет кажется такой же, как мои обои. На самом деле нет. Здесь цвет немножечко прям светлее. Здесь пуговицы, они по-моему не открываются. Нет, здесь все прошито. Оптимальная длина на зиму самое то. Честно, в этот раз все вещи мне понравились. Без исключения. Даже вот это платье тоже мне нравится. Несмотря на то, что мама осталась недовольна. Самое главное, мне нравится мне носить эти вещи. И когда я остаюсь так довольна, мне хочется сделать еще один заказ. Вчера вечером прям лазила, смотрела, еле удержалась и не сделала заказ. Тем более у меня там купоны. Эти купоны просто сбивают меня с толку. Соверши заказ на 250 долларов, получи скидку 30 долларов. Ну как удержаться? И плюс у них там время истекает. И мне надо быстро сделать заказ, пока время не истекло. Следующая вещь, которую заказала не себе. Это вот такой набор сережек. Здесь их очень много. И еще сзади силиконовые затычки. И целый набор. Я не знаю, сколько здесь пар. Но здесь очень много сережек. Мне кажется, они очень быстро потеряют свой первоначальный вид. Вот здесь есть снежинки очень красивые, нежные, короны. В общем, так, знаете, для детей, для девчонок, или если вы любите, просто пару раз поносить и выбросить самое то. А вот эти сережки мне очень понравились. Я бы сама себе тоже заказала. Они стоят всего доллар. Плюс мои купоны. Плюс я оставляла отзывы, у меня были баллы. Поэтому эти сережки обошлись просто в копеечку. Сочетание бежевого цвета и серебра можно сочетать с разными луками. Очень универсальные сережки. В моем случае я заказывала, по-моему, голубые и зеленые. Их очень сложно сочетать с одеждой и подобрать какой-то классный лук. Но в данном случае можно сочетать просто со всем. В общем, эти сережки мне очень нравятся. Я даже задумываюсь в следующий раз для себя заказать такие сережки. Резинок для волос много не бывает. Особенно тканевых. Здесь раз, два, три, четыре. Четыре резинки стоят всего один доллар. Здесь неплохая резиночка. Очень такие, знаете, нежные. Но я почему-то думала, что они будут поменьше размера. Они достаточно такие большие прям. Вы знаете, я очень люблю такие резинки дома использовать. Потому что они не дерут волосы. В принципе, девчонки сейчас и на улице носят подобные резинки. Но я больше люблю их использовать для дома. Но здесь качество просто супер, девочки. Мне очень нравится. И цвета такие нежные-нежные. В общем, однозначно советую. Все это дело стоит один доллар. Один доллар. Максимально странная покупка. Я купила себе колготки в сеточку со стразами. Не знаю, зачем они мне нужны. И куда я это все дело буду носить. Но просто захотелось. И стоили, кстати, они 5 долларов, по-моему. У меня почему-то такое ощущение, что что-то я забыла вам показать. Вроде как все показал. Заказ был достаточно большой. Я его ждала прям с нетерпением. Пришел он вовремя. Я безумно довольна всеми вещами. Руки чешутся сделать под Новый год еще один заказ. Но я держу себя в руках. Не знаю, на сколько меня хватит. А вы обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Пишите свое мнение. Всех люблю. С вами была Айка Эмили.